Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Три водителя в состоянии алкогольного опьянения, один из которых на служебном автомобиле и восемь бесправников. Таковы итоги вчерашнего рейда госавтоинспекции. Правонарушители задержаны, транспорт изъят и отправлен на штрафстоянку. Однако за одним из водителей сотрудникам ГАИ пришлось погоняться. Мужчина управлял мотоциклом. Увидев автомобиль автоинспекции, быстро высадил своего пассажира и попытался скрыться. В результате проведенных мероприятий данный мотоциклист был задержан. На него было ставлено восемь административных протоколов, в том числе такие, как за управление мотоциклом без прав и за невыполнение недокторатных требований сотрудников ГАИ об остановке. Мотоцикл, он был изъят, поставлен на штрафстоянку, на него наложен арест. Водителю грозит, помимо внушительного штрафа, также и административный арест. Госавтоинспекция напоминает, бесправникам не место за рулем. Повторные задержания предусматривают не только штрафные санкции, но и административный арест. За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы три пожара, есть погибшие. В деревне Краснобережская Слободка Жлобинского района пожилые супруги сжигали мусор на придомовой территории. Огонь перекинулся на сухую траву. Подручными средствами пара пыталась потушить возгорание. Хозяйка дома 37-го года рождения получила термические ожоги рук, ног и лица. От госпитализации отказалась. На территории обгоревшего участка был обнаружен хозяин дома без признаков жизни. Причина смерти мужчины устанавливается, проводится экспертиза. Еще один пожар с трагическим исходом зарегистрирован в деревне Жмуровка Реческого района. Возгорание произошло в частном доме, где проживал 80-летний пенсионер. Тело хозяина без признаков жизни обнаружили на полу дома спасатели. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Передозировка наркотиками и почти 2 грамма героина в запасе. В одной из квартир микрорайона Первомайский и Светлогорский обнаружен мужчина с признаками принятия овердозы наркотиков. Сразу за медиками на место происшествия приехали сотрудники наркоконтроля. При обыске квартиры пострадавшего найдены использованный шприц и порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это героин весом почти 2 грамма. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотических средств. Учитывая это, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники наркоконтроля проверяют канал поступления наркотических средств на территорию Светлогорского района. Подделывал ресиверы и зарабатывал на продажах, обходя официальных представителей оператора цифрового спутникового телевидения. Гомельчанин вносил в оборудование программное обеспечение, которое позволяло осуществлять несанкционированный доступ к компьютерной информации и сети российской национальной спутниковой компании Триколор. Объявление о продаже ТВ-тюнеров мужчина размещал на популярных торговых площадках интернета и легко попался в руки правоохранителей. Была проведена проверочная закупка, приобретено данное оборудование непосредственно у данного человека, проведены необходимые компьютерно-технические экспертизы по данному оборудованию с привлечением иностранных коллег. И достоверно установлено, что данное оборудование было перепрограммировано и позволяло обходить кодировки непосредственно национальной спутниковой компании для получения незаконного доступа к цифровым каналам Триколора. Гомельчанину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Несанкционированный доступ из корыстной заинтересованности и неправомерный доступ к компьютерной информации и сети, а также сбыт специальных программных и аппаратных средств. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok